Приветствую, друзья! На связи Евгений Тричиков и в этом видео мы настроим отслеживание глубины скроллинга с помощью Google Tag Manager. Это бывает полезно для понимания вовлеченности пользователей, особенно актуально для одностраничных сайтов. Идея простая. Предполагаем, что пользователи, которые скроллят страницу достаточно глубоко, но при этом уходят без взаимодействия, представляют особый интерес. Им вроде бы интересно, но оставить заявку что-то помешало. Передавая в системы веб-аналитики данные по скроллингу, мы можем создавать сегменты аудитории на основе этого параметра, а затем использовать эти сегменты в контекстной рекламе и транслировать подходящие объявления с повышающей корректировкой или попробовать похожие аудитории и т.д. Для начала предлагаю активировать встроенную переменную под названием scroll-dev-threshold. Эта переменная принимает пороговое значение скроллинга. Мы будем использовать ее в качестве макроса при передаче событий в Google Analytics и Яндекс.Метрику. Переходим в раздел «Триггеры». Создаем новый и выбираем тип «Глубина прокрутки». Нас интересует вертикальная прокрутка, проценты и для примера я возьму два значения 75 и 100. Условия активации – все страницы. Сохраняем, даем говорящие названия. Для наглядности вы можете активировать режим отладки, перейти на сайт и проскроллить страницу. Как видите, срабатывает триггер, который принимает установленные пороговые значения. Важный момент, друзья. Для каждого установленного значения триггер срабатывает только один раз на страницу. Например, вы прокручиваете страницу для до установленного значения, скажем 75 – триггер срабатывает. Теперь, если вернетесь снова вверх и опять опуститесь до порогового значения, триггер не сработает дважды. Перейдем к отправке событий в системы веб-аналитики. Добавить новый тег, тип Universal Analytics, тип отслеживания – события. В категории указываем, например, scroll, в действие мы кладем встроенную переменную scroll-dev-threshold. В данном случае она выступает как макрос и будет принимать значения 75 или 100, которые я установил в триггере. Благодаря этому в отчетах Google Analytics вы будете видеть два действия в рамках одной категории. Это удобно. Такой же подход можно применять для отправки событий при отслеживании форм из четвертого урока. Помните, там мы создавали новый тег для каждой формы и указывали действие по событию явным образом. Аналогично можно использовать один тег для отслеживания разных форм, а в действии по событию указать макрос встроенную переменную form-classes, потому что именно она является фильтром для триггера отправка формы, который мы использовали. Продолжим со скроллингом, выбираем переменную настроек, в качестве триггера устанавливаем созданный ранее. Переходим к метрике. Создаем новый тег, тип пользовательский html, вставляем в знакомую команду отправки события. Не забудьте указать свой номер счетчика, а в качестве идентификатора события снова укажем макрос. Для этого введите две фигурные скобки и система предложит список доступных переменных. Выбираем ScrollDevThreshold, в качестве триггера указываем созданный ранее. Активируем режим отладки, переходим на сайт, проверяем работу тегов и публикуем новую версию контейнера. Это вы уже умеете. Таким образом мы настроили передачу событий в Google Analytics и Яндекс.Метрику при достижении пользователями тороговых значений скроллинга. Используйте эту информацию для оптимизации работы сайта и создания сегментов. Ну что, вы еще не устали? Надеюсь, что нет, потому что в следующем видео мы рассмотрим динамическую подмену заголовков для увеличения конверсии сайта. Ставьте пальцы вверх, если было полезно, и поделитесь с друзьями. Поехали дальше!